В современной войне ты погибнешь как собака, без достойной причины. Fuck the war. Да. Доброго времени суток, вы на просторах канала Ичи Геймс, с вами вновь Антон, или же просто Ичи. И сегодня на канале начинается новый небольшой цикл, посвященный игре This War of Mine, являющийся, по сути, симулятором жизни мирного населения в условиях осады города во время гражданской войны. Вот. Сразу говорю, за кадром я один раз уже пробовал отыграть, и первая попытка моя, это было 37 дней. То есть я на 37-й день окончательно погиб. Сейчас у меня, правда, попытка... А, ну хотя да, вот, собственно, и показано. Я думал, что оно скинулось. Но нет, лучший результат он показан. В общем-то, вот, как я и сказал, 37 дней. И, знаете, давайте не будем тянуть. Я про игру для тех, кто вдруг, может, по каким-то причинам что-то не знает. И прочее могу рассказать и во время самого, собственно, геймплея. И покуда будет идти загрузка начальная. Вот. Надеюсь, YouTube, кстати, слишком сильно не затемнит все это дело. Очень надеюсь. А так, что же. Как я уже сказал, эта игра посвящена жизни мирного населения. Все такое. И сделана по мотивам осады, если не ошибаюсь, Сараева. И один из разработчиков игры был участником сам в детстве такой вот осады. Точнее, жертвой ее. Ему тогда было 9 лет. В общем-то, и игра, по сути, нужна для того, чтобы показать все ужасы войны. Все просто. Что же, приступаем. Когда началась гражданская война, многие верили, что она кончится за пару недель. Однако, прошли годы, прежде чем правительственные войска окружили постанцев столицы и отрезали все линии их снабжения. Мирные жители окруженного города гибнут от голода, болезней и постоянных хард-обстрелов. Катя познакомилась с Павлом и Бруно еще до войны. Она работала журналисткой, а Бруно был ведущим собственного кулинарного телешоу. Павло был звездой местной футбольной команды. И она как-то разбрала у него интервью. Теперь они встретились в совершенно новых обстоятельствах, занимаясь поисками еды и убежища. И, ну что же, кратко, как тут и написано. Катя журналистка, Бруно повар, Павло хороший бегун, потому что он футболист. Вот, и давайте не будем тянуть, сразу приступим. В первую очередь, я думаю, нам нужно, ну что логично, обследовать все вокруг, пораскопать, подобывать. Поэтому, поэтому вот, давайте для начала приблизим. И что же. Так, ты обследуй тут. Тут. И тут. Нам нужно по-быстрому лут добыть. Так, это стул. Понял, понял, ладно. Сразу, что здесь у нас есть. Я не буду вдаваться в подробности, что, как тут играть. Буду играть, в общем-то, как умею. И, опять же, сразу говорю, записываю наперед. Так что, вы уж извините, но буду дико тупить, делать ошибки и прочее, и прочее. Но мне так интереснее. На самом деле, вот в данную игру конкретно мне играть интереснее без советов. То есть, вы можете, в принципе, их оставить, но я ими воспользуюсь уже для самого себя. А пока что, будем играть как получится. Итак, компоненты и дерево очень хорошие вещи. Доски, точнее. Они всегда нужны. Сахар. Ну, не знаю. Пригодится в любом случае как товар, потому что самогон я не варил в данной игре. По крайней мере, в прошлой попытке. Элементарно, это мне было нецелесообразно, что ли. В любом случае, это мы берем. Так. Катя, Катя, Катя. А, ладно. Так, здесь у нас что? Вода. Вода идет как ресурс, по сути. Только как ресурс, там, для готовки тому подобного. Больше я не заметил, чтобы она для чего-то была нужна. Детали, запчасти нужны, опять же, для чего? Они нужны для изготовления всяких инструментов. Электрические детали для электроприборов, что логично. Берем, естественно, все. Так, Катя. Давай тогда ты пойдешь сюда. Дружище, давай, обследуй. Так. Давайте сразу подумаем, что нам нужно изготовить. Радио можно, в принципе, подождать. Первые дни, я думаю, ничего страшного. Нам пригодится... Нам по-любому пригодится слесарный верстак, поскольку элементарно нужно будет делать инструменты. Поэтому, собственно, его мы и сделаем. В этой же комнате поставлю. Так, а можно ли как-то его ближе? Вот так. А, ну, видимо, по ячейкам распределяется. Ладно, хорошо. Так, слесарный верстак поставили. Здесь, опять же, все берем. Дружище, давай. Тут у нас... Выламывай пока дверь. Так, давай ты сюда. Может добраться? Нет, я не знаю уж. Лопата нужна, чтобы такие кучи эффективнее разгребать. Поэтому, поэтому вот так сделаем. Ладно. Пока что лопаты нет. Греби руками. Так, ты... Тут тоже надо добыть, естественно. Катя сделала, да? Отлично. Что мы можем сделать? Пока особо ничего не можем сделать. Так. Ха-ха-ха-ха. По-быстрому, по-быстрому. Так, здесь тоже куча на разгребание. Так. Быстренько. Здесь тоже куча, куча, куча. Давай. Вот тут есть ресурс. Добывай. Ты копаешь. Хорошо. Что такое? Эм. О, отмычка еще одна. А, нет. Стоп. Одна отмычка. Отмычки не советую тратить прямо при обследовании. Лучше сделать монтировку. Так надежнее будет. Отмычка лучше прибречь для сейфов каких-нибудь и тому подобное. В городе, если вдруг такое обнаружится. Так. Я не понял. Отчего не работаем? Эм. Что с тобой? Слегка болен? Ну, извини. Сегодня тебе придется трудиться. Так. Эм. В чем дело? То есть, куча не можешь пройти, да? Давай, по-быстрому тогда сюда иди. Лопату придется сделать, чтобы побыстрее все это разгребать. Делаем лопату. Так. Ты тогда тут возишься. А. Вот. А, это стул. Да. Для комфорта же стоит. Ты тогда давай топай сюда. Дружище. Что еще можем сделать? Ну, можно, в принципе, смастерить кровать. Только надо подумать, куда ее поставить лучше. Ммм, здесь я все-таки подразумеваю сделать такой промышленную часть. Эм, такое. Тут у нас тогда получается, эм, кухонька. В принципе, кровати тут, я думаю, две штуки поместятся и печку сюда. Просто, чтобы все было как можно более компактно. Эм, ладно, давай. Надеюсь, получится сюда вторую кровать потом втулить. Иначе будет обидно. Иначе будет крайне обидно, если не втулим. Так, хорошо. Давай теперь, Катя. Иди копай. Нам нужно в ту часть еще пробраться. Бруно, 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 Бруно Боначчи. Давай сюда. Во время между тем идет день-то. Пока что у нас тепло тоже, еще температура нормальная. Но час после полудня у нас уже. Так, Катя, давай, Катя, сюда. Быстренько это обследуем. Вещи, материалы, нам все это пригодится. Естественно. Так. И тут давай. Тра-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та. Вы уж извините, что я прям такой многословный, что охренеть. Но стараюсь все делать по-быстрому. И, скажем так, не терять времени попусту. Потому что нужно развиваться. Так, ломик сделай, давай. Ты ломик. Так, Бруно отлично пробрался. Так. Что у нас тут? Драгоценность пригодится в торговле, когда торговец придет. Он примерно раз в 2-3 дня приходит. Так, отмычка опять же тоже пригодится. Теперь иди ты нам смастеришь, если хватит материала. Еще одну вещь. Так. Давай. Катя. Блин, ну тут в обык местах нужна монтировочка. Можешь сделать плиту? Нет. К сожалению, плиту он нам не сделает. Можно вторую кровать сделать, в принципе. А для плиты нам что понадобится? А, ну это мы добудем. Ночной вылазки. Тут игра, в принципе, делится на 2 стадии. Это день, собственно. И также ночь. Ночные вылазки тоже есть. Во, отлично. Правда, тут задувать, наверное, будет. Ну, вопрос, насколько... Что такое? А, Катя, да. Я же хотел. Давай я монтировочкой поорудуй. Хорошо. То оно работает. Ну, я не знаю. Надо будет еще в идеале этот верстачок улучшить, конечно. Опять же, материалы нужны. В первую очередь, в общем, нужно очень много материалов собрать. О, книги. Книги, это, пожалуй, неплохо. Это даст нам, скажем так, боевой дух и тому подобное. Так, давай. Ты тогда сюда, дружище. Катя, 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 больше ничего реально не обследовать такого. Ну, давай, Катюш, тогда пока он там возится, ты поднимися наверх. Так. Бруно. Бруно, наверное, можно... Эй. А чё? Да, я чё-то не досмотрел. Бросили изготовление. Бруно, давай кровать делай. А то сейчас уже ночь наступит туда-сюда. Игра пойдет в ночное время. Давайте глянем сразу некоторые мысли. В целом, что у нас есть, подведем краткий итог, так сказать. Значит, наше убежище. Отвратительное. Эээ... Блин, свет отсвечивает еще экран. Отвратительное, унылое дыра. Нам нужно его улучшить. У нас только один стул. У нас есть одна кровать, но ее не хватает. На холодном бетоне неудобно спать. У нас нет радиоприемника, мы не знаем, что происходит в городе. Нам очень не хватает книг. Хорошая книга могла бы помочь нам забыть о божествах войны. Жить тут почти то же самое, что жить на улице. Нам не хватает кофе и сигарет. Да, Бруно у нас курильчик, Катя кофеманка. Тоже момент такой не очень удобный, не очень приятный. Потому что им нужны, чтобы скидывать депрессию, кофе, соответственно, и сигареты. В стенах нашего жилища много проломов. Здесь небезопасно. Мы должны постоянно быть на чеку. О, да, потому что рейдеры, мародеры и тому подобное. Вещь неприятная. Случается здесь. Так. Стоп. Блин, я отмычку потратил, да? Ладно. Бывает. Протупил. Но ничего страшного, у нас еще одна, в принципе, есть. Так. Поднимись тогда наверх. Примерно, помню, тут еще книги есть. Вроде как. И еще что-то должно быть. А, топливо, топливо нам пока не вариант. Так, отлично. Катя, давай сюда. А ты, дружище, тогда давай копай. А, блин, ночь. В общем-то, вот окошко уже ночи. Мы выбираем, кто чем будет заниматься. Кто может отправиться на добычу. Всего один человек, к сожалению. Кто будет отдыхать и тому подобное. И здесь, соответственно, информация по локации какой-нибудь. То есть, что там можно добыть. Ну да, что можно добыть. Также нужно читать в плане, кто там может обитать, чтобы понимать всю степень угрозы и опасности. Чтоб, естественно, не нарваться на каких-нибудь рейдеров, вооруженных бандитов. Особенно, когда у вас ничего нету. И рюкзак отображает, собственно, сколько персонаж может переносить. Но, я предлагаю отправиться нам на ночную вылазку уже в следующем видео. Элементарно мне это еще нужно будет рендерить и часа 3-4 грузить на канал одну серию. Поэтому, лучше делать не слишком длинное, но как-то так. Потом, тем более, у нас будет уже чередоваться намного быстрее день-ночь. Пока что мы днем просто полностью пользуемся. Так что, как-то так. Надеюсь, вам понравилось. Лайки, репосты, да. Не забывайте делиться видео. Именно этим вы сильно помогаете также каналу. То есть, плевать, что ваши друзья там во Вконтакте не смотрят видео на YouTube. В любом случае, те репостните. Кто-нибудь, если заглянет, посмотрит, вдруг понравится. Я буду очень благодарен. Так что, как-то так. Вот, на этом все. С вами был Антон Эльжи Простоичи. И да, кстати, большое спасибо Кириллу, который был известен на YouTube как Кират. Но, вроде как, он каналом больше не занимается. Хотя, может, и занимается. Я просто давно не заглядывал. В любом случае, вот. Спасибо ему за то, что подарил данную игру. Если я вдруг это в начале видео не говорил. Надеюсь, в любом случае увидит, узнает. На этом все. С вами был Антон Эльжи Простоичи. Вы были на просторе канала Ичи Геймс. И всех благ. Как я уже сказал, удачи. Пока.